Наш эфир продолжает радиоблог Игоря Цесарского. Здравствуйте, Игорь. Добрый день, Серёжа. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Так, очередной выпуск радиоблога и очередь. Что бы я хотел сказать? Есть две аминьи. Я себя тоже не слышу, Серёж. Ну, это займёт пару секунд, всё восстановится, гибрид сработает у тебя в скайпе, и всё будет нормально. Хорошо, а то это немножко сбивает с той глубокой мысли, которую я хочу донести до наших слушателей. Итак, есть две Америки. Одна Америка, которая соблюдает законы. Америка, которая уважает их, которая платит налоги. Америка, которая чтит американский гимн, флаг, которая знает, гордится историей страны. Есть другая Америка, для которой закон – это ничто, которой совершенно наплевать на историю, на отцов-основателей, когда они жили, и вообще они расисты. И рабовладельцы, для которых достижение нашей страны, пустой звук, наука или это экономика, культура, неважно. Для которой важны только жизни чёрных, которые ненавидят полицейских, и вообще людей, трудящихся, здравомыслящих. И вот какая из этих Америк, вот та первая или вторая, в итоге даст жизнь, окажется жизнеспособной, обеспечит будущее следующим поколениям. Вот этот вопрос сегодня я хочу обсудить с моей собеседницей, с Еленой Приговой. Блогером, журналистом, публицистом, чьи материалы последние буквально недели вызывают огромнейший, я бы сказал, отклик. Мы публикуем это, и это потом ставится в соцсети, я имею в виду, что в интернет-издании Continent USA эти материалы идут. Они собирают тысячи так называемых лайков, они вызывают сотни каких-то комментариев и так далее. Но самое главное, нет равнодушных. Вот почему? Потому что там как раз рассказывается о том, что происходит сегодня, сейчас. Лена, добрый день, рад тебя видеть. Добрый день, добрый день. Я настолько нахожусь в последние дни в таком ударе, потому что это ощущение, которое я не испытывала со времен развала Советского Союза. Абсолютно ничем не могу сравнить. Мы, тех, кто не молчали, мы, в общем-то, пытались развалить ту страну. А теперь я смотрю, как на наших глазах совершенно противоположное происходит в этой стране, потому что эта страна не нуждается в развале, она может нуждаться в какой-то определенной коррекции. Но то, что я вижу, это исторические параллели каждый день. И вот эта Америка в черно-белом, она не просто материализовалась. Вот наше представление о черно-белом уже материализовалось, хотя я написала статью «Политическая колористика». Эта статья действительно разошлась огромными тиражами, потому что так называемые вирусные сообщения мне приходят на мессенджеры, мне присылают мою же статью. Это, конечно, приятно, это говорит о том, что я попала в точку с этим политически колоритным и колористическим. Почему? Потому что, когда мы смешиваем 13% черного с остальными процентами белого, то в современном американском мире мы получаем весь спектр коричневого. Вот сейчас мы получили коричневую Америку, страшную коричневую Америку, вот того обыкновенного фашизма, который мы уже проходили в истории. Но люди, которые сварят такое с Америкой, они даже не читали свои собственные истории. А вот перед тем, как мы сегодня с тобой сели беседовать, я вот уже второй день произвожу деколонизацию библиотеки. Это вот звучит красиво. Да, потому что в свете последних тенденций половину книг надо выбросить, половину сжечь и оставить себе непонятно что. Но я вот на первое место повешу вот эту книжечку. Вупи Голберг. Ну, ты расскажи, и все смотрят. Вупи Голберг. Вупи Голберг, да. Это читать не стоит, но вот она должна стоять на вот на видном месте, потому что это неинтересно. А каким образом она к тебе попала, можно поинтересоваться? А я покупаю разные книжки. Ты и это покупаешь? Да, книги разные нужны, книги разные важны, да. Это называется Вупи Голберг Бук. Окей. Это книга Вупи Голберг. А сейчас я еще вот читаю, вот прямо вот я показываю. Вот эта книга весит непонятно сколько, килограмма три с половиной точно. Эта книга называется «The American Heritage. История гражданской войны». Но эта история написана до этого года и даже до 2017 года, поэтому она как бы абсолютно полная, абсолютно интересная. И я знаю, что дети уже современные эту книгу не осилят, они ее не прочитают, потому что в этой книге уже не будет ничего. А вот те фотографии, которые были сняты в штатах конфедерации, они просто тоже останутся раритетом историческим, потому что памятники разрушат. Я в свое время в 2017 году разговаривала с одним очень интересным человеком, Джиллен Хейтер, чернокожий профессор университета Ричмонда, который входил в состав комиссии по памятникам конфедератам. Очень интересный человек. Он говорил о том, что он, кстати, говорил об этом же не только со мной, как говорится, со своими учениками, студентами, но и с Купером в программе «60 минут». И его мнение было следующее. Надо изучать историю, надо знать, о чем это, но памятники сносить не нужно. Точно так же говорил профессор из Аризоны, тоже по фамилии, нет, не Аризона, по-моему, это был, я не помню, какого университета, Джорджи, тоже по фамилии Купер. Он был на протяжении 46 лет президентом исторического общества. Он говорил о том, что надо рассматривать историю с позиции того времени, когда это все происходило, потому что в противном случае мы, ну давайте доберемся уже до рабства египетского, давайте доберемся уже до рабства вавилонского, давайте тогда все будут друг другу платить что-то и какие-то репарации. Поэтому историю нужно оценивать исключительно с позиции той, когда это все происходило. Потому что когда сейчас я вижу разваленные памятники Колумбу, утопленный в том же речмонде Колумб, а в другом месте он уже обезглавлен, то становится как-то не по себе. Потому что, знаете, в любой момент придут уже сами основателями, а таки придут, потому что они были рабовладельцами. И вот в этой исторической переписанной книге, которую мы сейчас видим прямо на наших глазах, конечно, идет демонизация и Вашингтона, и демонизация, естественно, Джефферсона. И вот «We the people», который исходит из-под пера Джефферсона, я думаю, что это тоже сожгут. Потому что уже наплевали на все свободы на первую поправку, на вторую поправку. Правда, единственная надежда, что вторая поправка все-таки хоть как-то восстановит вменяемость первой поправки. Потому что то, что мы сейчас наблюдаем, это не что иное, как просто попрание первой поправки Конституции нашей, которая гарантирует свободу слова. Ну, то, что у нас сейчас происходит, это, ну, как вам сказать, вичхант. Вот просто ведьм ищут на каждом шагу. И люди настолько зависимы от обстоятельств, они настолько зависимы от своей работы, от того, что скажет княгиня Мария Алексеевна, которая руководит заведением, или же о том, что скажет коллега, как посмотрит коллега. Идет вот такой, знаете, чисто вот процесс, который был уже давно-давно, мы помним, в Советском Союзе, когда коллективно клеймили позором, когда коллективно лишали человека работы. Ну, тогда это заканчивалось для кого-то высылкой, для кого-то это заканчивалось теми 10 годами без права переписки, а для кого-то это заканчивалось у расстрельной ямы. Поэтому мы видим и помним тех миллионах безыменных могил. Вот этими могилами закончилось элементарное наступление на человеческое право дышать, говорить и думать. Вот сейчас мы то же самое наблюдаем в нашей черно-белой Америке. И поэтому для меня лозунг BLM и лозунг и аббревиатура Black Lives Matter воспринимается сегодня тоже на букву B. But Blue Lives Matter, потому что я за закон и порядок. И для меня на сегодняшний день Black Lives Matter – это bullying, lying и что? Малипуляция. Вот то, что сейчас с нами происходит. Люди, которые не читают книги, люди, которые не пишут историю, вернее, они пишут историю вот ту, которую они сейчас пишут, люди, которые разрушают нашу страну. Мы прекрасно понимаем, что это делается из политических соображений. Документарное перераспределение... Извини, пожалуйста, вот когда ты заговорила про манипуляции, естественно, тут же возникает вопрос. Хорошие параллели с Советским Союзом? Ну, у нас они всегда на языке, это понятно, мы же оттуда. А вот с хумбэйвинами тоже бы неплохо вспомнить их громадость. Я писала об этом... Да, я знаю. Но дело в том, что, я прошу прощения, хумбэйвины, вот это был Китай. Да. Сначала поставили профессуру на колени, потом перестреляли, потом выдали Дадзебао, повесили. Да, да. Но мы забываем, что рядом была еще одна страна, Камбоджа. О, да, да. Там были красные кхмеры, которые просто уничтожили свое население. Вот мы сейчас идем уже не столько к хумбэйбинам, сколько мы уже приближаемся между хумбэйвинами и красными кхмерами. Я о чем хотел тебе сказать, что вот эта вся гопота, назовем ее таким прекрасным словом, она управляема, она направляема. И опасность не только в том, кто там пытается витрины бить и кого-то на колени ставить. Опасность в тех, кто это делает в своих политических целях. Вот об этом... Совершенно верно. Дело в том, что когда люди думают, что праведный народный гнев черных масс при поддержке белых людей, это не что иное, как народный гнев, то я хочу вас заверить нет. Потому что элементарно, если вы кликнете, зайдете на сайт Black Lives Matter, там есть такая кнопочка Donation. Вы можете тихо, спокойно нажать эту кнопочку. И эта кнопочка вас выведет... Знаете, куда? Непосредственно на сайт, называется... Act Blue. Act Blue. Act Blue – это сайт демократической партии. Поэтому все, что, если вы верите в честность и намерение, в чистоту помыслов, это просто все о том, что называется денег дай. Я тебя породил, ты мне соберешь деньги, и мы будем выбирать твои деньги. А крохи от этого стола идут на тех, кто потом громит. У них есть таксы определенные, которые платятся. То есть за пассивное участие с плакатиком – это одно. За какие-нибудь деяния иного свойства уже повышается цена. Интересная вещь, да? Самое главное, что вот я не верю в совпадения, но я и не верю в теории заговоров, поэтому я могу только предположить, как бы закинуть пробный камень и посмотреть, как волны располнутся, всплывутся. У нас страна находится вот уже 4 месяца в карантине. Вот в этом карантине находится вся страна, она обозлена, молодежь, у нее гормоны играют, они сидят вот в этой заперти, им скучно, им тяжело, они не получают деньги. И вот эти люди, которые не платят налоги, они хотят забрать мое право на защиту меня, когда я плачу эти налоги. Они хотят уничтожить полицию, потому что они выходят не просто с плакатами Blue Life Matter, они выходят с плакатами Хороший коп – это мертвый коп. Ну, то есть, а потом идет Defund Police. Но когда произойдет вот это Defund Police, то количество черных людей, чернокожих, погибнет в очень большом количестве. Потому что, если вот я не буду рассказывать вам о вашем Чикаго, вы сами все знаете, но на прошлой неделе, например, был побит рекорд 60-летней давности по количеству погибших людей. Все эти люди были чернокожими. Мне бесконечно жалко вот тех, которые подпали под раздачу. Но всегда любое слово материализуется. И хотите Defund, вы получаете Defund. По полной программе. Белые люди, вот это молчаливое большинство, оно тоже есть. Потому что Америка, в общем-то, нам показывают картинку в режиме, как я писала, 25-го кадра. Вы, сознание вам вливает вот то, что вы видите якобы, но при этом забывает сказать, что вот в том месте не одна камера, а несколько камер. И вам показывают только происходящее на одной камере. Тем самым формируют вашу точку зрения, формируют ваше восприятие действительности. Это восприятие действительности однобока. Это восприятие действительности не совсем соответствует всегда действительности. Но если мы понимаем о том, что нам показывают, и кто нам показывает, тогда мы понимаем, для чего нам это показывает. Потому что толпа, которая формируется вот этим общественным мнением, это, как правило, толпа, которая управляется определенным разумом. И вот этот разум у толпы отсутствует, потому что этот разум управляет ею извне. И мы сейчас подошли к замкнутому кругу, к тому, что происходит так, так всегда происходит революция. Меньшинство обладевает идеей, эту идею закладывают в головы меньшинства единицы, и дальше эта идея срабатывает. Самое неприятное, самое мерзкое в этой ситуации, то, что вот та же Антифа, которая является орудием, эта Антифа управляется исключительно белыми людьми. Она спонсируется исключительно белыми людьми. Но мне скажут, что это теория заборов. Лена, она и состоит большей частью из белых людей, кстати говоря, в отличие от Блэк Васт. Совершенно верно. И эти люди имеют прекрасное образование. Знаешь, я вот посмотрела на днях совершенно интересный фильм французский, называется «Мэр и Алиса». Вот этот фильм как раз говорит о том, что у нас сейчас происходит. Когда мы говорим о перераспределении, мы говорим сейчас о том, что убивает капитализм. Потому что капитализм, он как бы республиканская идея, она уже не соответствует, она консервативна. Но ведь убивает ее кто? Сами капиталисты. Сами люди, которые, в общем-то, вот те Морозовые, которые приходят, они думают, что вот они все изменят мир, перераспределят благо, и за ними не придут, за ними тоже придут. Обязательно. И за ними тоже придут. За ними обязательно придут. Вот смотри, Лен, вот это вот сейчас хороший эксперимент. На самом деле он хороший эксперимент, он показательный. То, что происходит в Сиэтле. Ведь в этих, вот на этих нескольких блоках живут люди. Обычные люди, которые попали под вот этот самый революционный, так сказать, расклад. Значит, эти люди вынуждены каким-то образом взаимодействовать вот с этой сволотой оккупировавшей фактически их участок города. И что происходит? Их жизнь теперь, она вообще ничего не стоит. Потому что в любой момент законопослушный, платящий налоги, работающий и так далее, он оказывается без защиты. Потому что там же нет полиции, там же какой-то ублюдочный сумасшедший рэпер бегает с автоматом, у него где-то замкнет он этот автомат. Но они-то ждут другого. Они ждут действительно, когда на них поедут, так сказать, гусеницами, бронетранспортеры и так далее. И это будет замечательный момент в их жизни и в жизни таких же. Почему? Потому что нужны сакральные жертвы. Уже один святой у нас есть по фамилии Флойд, да? Значит, а если передавить вот, условно говоря, вот эту всю братью? Все, Америка, вставай. Ты знаешь, самое мерзкое, то, что происходит, это когда вот люди сравнивают, я уже не первый раз и даже не десятый читала сравнение того, что происходит в Америке с тем Майданом, который был в Украине. Я задать вопрос хочу, а сколько витрин перебили на Майдане? Сколько витрин, разграбельных магазинов было? Да не было этого. Наверное, все-таки идея свободы отличается от идеи анархии. Потому что то, что мы сейчас видим, это анархия Гуляй-Рванина. Я прошу прощения у особо чувствительных людей, потому что я знаю, что у нас очень много чувствительных, которые поддерживают Black Lives Matter. Я очень знаю, что у нас очень много евреев, которые забывают о том, что Black Lives Matter поддерживает BDL, вот ту самую одиозную организацию, которая занимается Байкотом Израиля. Что это антисемитская организация. И если люди с сочувствием, с эмпатией относятся к Black Lives Matter, то мне их искренне жаль. Потому что они не понимают, о чем это все, для чего это все. И кто этот лозунг поднял? Кто эти люди? Потому что так просто, из ничего. В 2013 году возникает организация, которая организовывает три активистки черные. Меня вызывают вопросы это все. И потом это расходится по всему миру. И когда ты видишь в этом же мире, где-то в далеком городе Перд в Австралии, людей, которые становятся на колени. А там на маечке у этой девушки крупным планом написано социалистический альянс. Это коммунистическая идеология, которая вместе с зеленым движением совместно работает. А все знают прекрасно, кто оплачивает все эти зеленые движения и все эти организации всевозможные. Но мне сразу начинают говорить, ой, опять вы о Соросе, ой, опять вы еще о ком-то. Ну, давайте не будем называть. Давайте будем говорить так, как говорили в Гарри Поттере. Не будем называть его имя. Ну, вот мы и живем вот так вот. Скажи, Лена, извини, я вот ты упомянула Майдан. Дело в том, что вообще эту, так сказать, адженду, она идет из Москвы. Их вот эти сравнения, которые, в общем-то, здесь, где Бузина, а где Дядька. То есть, понимаешь, оно абсолютно не, как сказать, не сходится никакими нитями. Но им важно показать и там, и там некое восстание, которое а, инспирированное и так далее. Но поэтому, когда об этом говорится и пишется, сразу вот эти возникают чьи-то, как говорится, учки. Я понимаю, такое количество фейков ходит, такое количество используют даже вот тех же кадров, которые сняты не сейчас, а в прошлом, позапрошлом году, которые вдруг всплывают, которые являются вот вбросами. И я могу сказать, что на эти вбросы очень часто покупаются вот именно те люди, которые являются нашими сторонниками. И каждый раз, когда они публикуют этот вброс, они дискредитируют, собственно, наше сопротивление вот этому насилию, которое происходит. Замечательно, что ты это вот вспомнила, потому что вот я хочу напомнить нашим слушателям, читателям и так далее, что мы вот с Леной открыли группу в фейсбуке. Она называется Америка 2020. И, ну, естественно, я знаю, наши соратники в данном случае есть и группа республиканцев, группа Трамп 2020 и так далее. Мы назвали Америка 2020 как более расширительное понятие, потому что Америка это не один Трамп, Америка не одни республиканцы, Америка это мы все. И мы хотим в 2020 году и в ноябре действительно победы и видеть адекватную власть, и видеть власть, которая защищает и закон и порядок, и которая действительно двигает страну вперед, а не в то социалистическое болото, куда хотят привезти. Но ты очень важную штуку сказала относительно вот того, что многие люди, те, которые сочувствуют этим идеям, те, которые близки нам по духу, покупаются вот на разные вещи в сети. Я не могу обвинять этих людей, потому что они не знают, как анализировать информацию. Мы живем в информационном потоке. В этом информационном потоке люди не понимают, что анализировать информацию – это профессия. Вот на жоуфаке я, например, училась, как нужно проверять информацию, по каким источникам. Это не значит, что я тоже могу не вступить куда-то и не попасться, потому что в количестве информации, которую мы получаем ежесекундно, а информация у нас живет, ну, один-два дня, потом следующая информация идет, следующая, следующая. И в этом потоке информации люди научились только делать копий и пейс. Они только копируют и только рассылают. Вот это вирусное. Социальные сети сейчас – это источник информации для большинства людей. Ни книги, ни газеты, ни информация, которая печатается в разных источниках, уже не говоря о том, что зайти и проверить информацию. Кстати, проверить информацию очень тяжело, потому что даже те сайты, которые занимаются проверкой информации, они тоже не объективны, потому что если мы начинаем анализировать, кто проверяет нашу информацию на правдивость, мы тоже попадаем в какой-то наш крутой круг. Давай мы оставим еще эту тему на вторую часть нашей передачи. Может, к нам подключатся наши слушатели, кто-то захочет о чем-то спросить или добавить, какие-то свои мнения высказать. Пока мы уйдем на рекламу на несколько минут, оставайтесь с Народной войной, оставайтесь с нашим радиоблогом и до встречи скоро. Продолжаем нашу программу. Напомню, телефон в студии 847-400-5200. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, звоните и задавайте. Но пока продолжим. У меня пока новая пауза. Я получаю информацию буквально каждую минуту, разную информацию. И вот последняя информация, которую я получила только что, это судьи Верховного суда Кларенс Томас, он, кстати, чернокожий, и Брэд Кавана предупредили своих коллег судей о том, что дела, связанные со второй поправкой в судах низшей инстанции, очень долго лежат, и пора ими заняться. Я думаю, сейчас наш Верховный суд займется вот той самой второй поправкой. Это хорошо. Я не буду сейчас посчитать. У нас есть звонки, давай мы попробуем принять, потом мы обсудим это обязательно. С удовольствием. Да, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот эти погромы и митинги показывают, и даже у нас в Нью-Йорке ежедневно проходят митинги, где участвуют не только темнокожие, но и белые молодежь. Вот не кажется ли вам, что вот эти, как мы знаем, молодежь готовят в наших школах и университетах, а вот в таком духе, чтобы мы считали себя виновными перед этими черными ребятами. А вот не кажется ли вам, что вот мы, в смысле правые, не ведут идеологическую подготовку со своей стороны, чтобы показать свой метод видения этого общества, чтобы как бы лучше жить, а не так, как вот настаивают в этом наши левые. И выиграют, к сожалению, вот то, что творится. Спасибо за ваш звонок. Ну, на самом деле, не только не кажется, а мы в этом уверены. Лен, как ты? Мне не только не кажется. У меня дочка в прошлом году закончила прекрасный университет. Племянник закончил Колумбийский университет. Сейчас он поступил в MIT на мастерскую программу. Все друзья моей дочери тоже позаканчивали университеты, лучшие университеты Соединенных Штатов Америки. И мне уже давно ничего не кажется. Вы понимаете, когда вместо того, чтобы читать «Атлант» расправил плечи, «Атлас Шракс» и «Рейн», понимаете, вместо того, чтобы читать вот такую книгу, им предлагают Сола Алинского, им предлагают деструктивный такой разрушительный социальный материал. Вот на протяжении последних 50 лет им предлагают. Это исчерпывающие. Это идеология. Лен, мы попробуем принять еще звонки. Ну, тут ответ понятен. Слушаем вас. Говорите. Алло, добрый день. Добрый день. Скажите, а вот почему не слышно ни одной нормальной речи в ответ на вот все эти высказывания, что белые что-то им должны? А если бы не было вот этого рабства 300-400 лет назад и не привезли их предков сюда из Африки, то сегодняшние эти деятели сидели бы сейчас в Сомали или где-нибудь в Конго на Пальме и ели бы бунаны. Они жили бы в самой богатой стране, не ездили бы на машинах и прочее. Почему таких возрастов нет? Спасибо. Ваше мнение понятно. Ваше мнение понятно, но я, честно говоря, не понимаю, вот когда вы сейчас произнесли, сидели на пальмах, это расизм. Вот это расизмом называется. Понимаете? Потому что чьи-то предки 300-400 лет тому назад, извините, по черному избы топили. Это тоже другая крайность. Поэтому вы меня уже извините. Но я вам отвечу. А в 1860 году, когда начиналась гражданская война, она была с 61 по 65, собственно, это не столько даже было о рабстве, это было экономическое все-таки сопротивление. Так вот, в 1860 году только 1,4% населения в Америке владели рабами. Да. Вот так и было. Но забывают говорить о том, что были и черные, которые держали черных рабов. И черные, которые продавали. И работорговцы были, и черные арабы. И все, кто продавали в рабство черных. На самом деле, однозначно говорить ничего нельзя. Но вы же прекрасно понимаете, как вот если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, точно так же зажигают расовую карту. Потому что расовая карта – это непобиваемая карта. Если вы заметили о репарациях, говорят те люди, которые, в общем-то, не бедные сами по себе. Потому что бедные об этом не говорят. Об этом говорят кандиджесмены. Об этом говорит Камала Харрис. Я прошу прощения, Игорь. Если Камала Харрис об этом говорила год тому назад, еще в январе месяце, первое, что она выступала, она говорила о репарациях. В общем-то, о чем говорить? Камала Харрис, который вообще не имеет никакого отношения. Лен, извини, у нас звонки. Давай попробуем принять. Слушаем вас. Алло, добрый день. Добрый день. Когда евреям в Советском Союзе стало неудобно жить, они боролись за выезд. Создали свое государство с нуля, так? А теперь министр туризма и министр Ганы предлагают черным выходцам из Африки приехать в их замечательную страну Гана. Вот и теперь мы посмотрим, как лидеры черной общины на это ответят. Как вы думаете? Вы знаете, я не думаю на эту тему, потому что для меня уже эта тема исчерпана, когда было создано государство Либерия. Для меня эта тема больше не существует. Потому что уже вернулись бывшие рабы. Они уже вернулись в свое время в Либерию. Что стало с Либерией? Кстати, Джефферсон Дэвис, я просто приведу пример, чтобы вы знали. Это президент конфедерации, который был сторонником освобождения рабов. Но он четко и ясно сформулировал, что да, надо перед тем, как освобождать рабов, надо подготовить их к жизни свободного человека. Потому что перед ним был пример, который произошел на Гаити, когда во время французской революции были освобождены рабы. Они просто поубивали своих французских рабовладельцев. Все. Каждый раб, запомните, каждый раб, который освобождается, он себе представляет хозяином другого раба. Психология раба, которая, к сожалению, никогда не уходит, она остается. Все, Леночка, у нас звонки, давайте попробуем. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня два замечания. Крепостные русские, кому не должны привязать претензии? И второе, давайте вспомним тех сотни тысяч белых, которые погибли в войне за освобождение рабов. Почему об этом молчат? Кто будет им размещать? А кто он сказал, что молчат об этом? Об этом не молчат. Зачем говорить? Слушайте, погиб. Начнем с того, что погиб. Расстреляли Бут, если вы знаете, кто такой Джейн Бут. Он убил Линкольна. Как раз в год, когда закончилась гражданская война. Линкольн был убит. И об этом говорят, но об этом никто не хочет слушать из тех, кто больше всех говорит о России. И, Линкольн, согласись все-таки, я вот в чем тут могу добавить, что все-таки говорят недостаточно, говорят с опаской, с оглядкой. А почему это происходит, это обращаемся к тому же тренду, который в университетах, в школах и так далее. Ну, что приводить пример, когда вот наш хороший друг и его супруга поставила вчера в интернете, когда 8-летнего ребенка, который умный ребенок и воспитанный в нормальной семье, исключили из популярной игры только за то, что когда ему другой мальчик написал, что Black Lives Matter, почему-то вот играя в какую-то игрушку, да? А он написал All Lives Matter, и за это ребенка в 8 лет исключили, сделали ему вот такое родовнушение на 3 дня. Ну, хорошо, у него есть такие умные все-таки дедушка, бабушка, родители, которые ребенку как-то попробуют объяснить, но это же происходит совершенное сумасшествие. Самое страшное, что они ломают наших детей, вот допустим, мы знаем, мы не сломаемся, опять-таки, не все не сломаются, кто-то не хочет потерять работу, кто-то боится. А мне тоже неоднократно говорили, Лена, ты подумай, как отразится это на твоей дочери, вот то, что ты пишешь и говоришь. Но можно всего бояться, вы понимаете, они же используют тактику устрашения вот такого, они давят на наших детей, они давят на наших близких, они издеваются, они в заложники берут наших близких. Но это же уже было, это же было и в Германии, и это все было, куда приходит фашизм. Но это не значит, что мы будем молчать. Хорошо, у нас есть звонок, попробуем принять. Добрый день, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Дело в том, что Отец Народов когда-то очень успешно внедрил в 40-е годы в университеты, так сказать, красную профессуру. Она очень успешна, в 50-е годы, так сказать, она не была вычищена, как надо, процессом, и теперь пожинаются плоды, которые уже не исправить, к сожалению, скорее всего. А вы имеете в виду, да, что сюда в Америку? Ну, конечно, да. Да, конечно, я вам говорю, что это было... Ну, потому что разрушить страну, достаточно разрушить сознание. Да, это проделано, это проделано, и уже наше поколение физиологически уже не сможет ничего сделать. А то поколение отравлено, оно идет все равно воспитанное. Но, тем не менее, был оболганный, оклеветанный сенатор Маккарти. Я говорю, что он работу не доделал, вот в чем дело. Вот об этом я сказал. Он не доделал, теперь такого сенатора просто даже в самой продвинутой фантазии нельзя предположить. Игорь, сейчас идет маккартизм наоборот. Да, конечно. Идет вот такая пародия с вывернутым сознанием и вывернутый маккартизм, когда тебе уже не разрешают, потому что идеология поменялась, потому что перестала быть модная идеология капитализма. Сейчас идет разрушение не столько, вот мы говорим о Маккарти, мы говорим о том, что происходит сейчас у нас, да у нас идет разрушение капитализма. У нас идет полная вот эта социалистическая, коммунистическая революция. Да, но... Мы на горе всем буржуям, мы пожар... Правильно, но с этой революцией мы же прекрасно понимаем, что в результате мы получим большую Миниуэлу, а не прекрасную процветающую... Ну, что мы понимаем, потому что у нас есть персональный опыт, у нас есть наша историческая память. К сожалению, сытая Америка это не всегда поймет. Ну, сытая Америка не поймет. Более того, сытая и уже наученная ни в одном поколении вот этими бывшими хиппи, бывшей вот этой всей... Ну, не хочется ругаться. Эту профессуру вот на перековку бы отправить куда-нибудь на хорошие рудники. Понимаешь, дело в том, что они привыкли сидеть в тепле, в уюте, в хороших домах, при хороших зарплатах и промывать мозги тем действиями. Ну, это страшно, что они сидят на своих синекурах у нас в правительстве, они в Конгрессе сидят по 38, 32, 40 лет. Я смотрю на всех этих Пелоси, я смотрю на всех этих Сандерсов. Зачем далеко ходить? Сандерс. Вот. Я смотрю на то, что происходит в моем родном Нью-Йорке. Большего безумия, чем обезумевший мэр, чем точно такой же безумный, но с меньшей степенью безумства губернатор. Ну, страшно придумать, но оно же есть, оно же рулит всем. Оно еще как рулит. И более того, идет полная конфронтация с федеральной властью. Хорошо, у нас есть звонок. А, ушел. Очень хорошо. Вот так мы по ходу дела переписку ведем и пытаемся принять все ваши звонки, учтите. Кому хочется... Я заранее прошу прощения, не всегда удается вот на полусловие просто прерваться. Если есть возможность подождать, подождите, мы примем все звонки. А хочется как-то свою мысль донести тоже же. Лен, давай вернемся все-таки к той заявленной в начале теме. Мы от нее не ушли, но все-таки я бы хотел услышать ответ, предположительно, какая из Америк будет дальше, кто все-таки возьмет вверх. Я знаю, что молчаливое большинство, которое внимательно стоит и наблюдает, оно никуда не исчезло, оно есть. Это молчаливое большинство, не обязательно Белой Америки, а именно той Америки, которая для всех. With liberty and justice for all. Это то, что написано у нас в клятве флагу, который существует с конца 19 века. А вот эта клятва флагу, она и есть аквинтэссенция нашего государства. Потому что мы понимаем, что у нас свобода и справедливость для каждого. Не для отдельного, а для каждого. То, что сейчас мы наблюдаем, мы наблюдаем формирование новой элиты. Вот это меньшинство, которое хочет жить по своим законам. Но они хотят жить по своим законам за счет большинства. И вот это перераспределение, когда большинство начинает сдаваться, это говорит о том, что общество прошло уже свою точку невозврата. Но просто мы будем агонировать. То есть мы можем агонировать 10 лет, 5 лет, 1 год, 2, 3. Никто не знает, чем это закончилось. И делать какие-то положения. Я тебя вынужден прервать, но, в принципе, ход твоих мыслей непонятен. И он, к сожалению, не к оптимизму меня как-то приводит. К сожалению. Так, слушаем вас. Алло, вот это вот, то, что у нас сейчас есть, это просто передышка. И, дай бог, еще может быть 4 года, я не уверен, будет передышка, а потом все равно, так сказать, они возьмут власть. Потому что, ну, игра проиграна. Ну, я об этом сказала. Да, 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 вот это то самое. Ну. А вы знаете, что самое страшное? Следующий звонок. Вот я вижу сейчас. Да, у нас есть звонок, Леночка, извини. Давай попробуем. Вы знаете, я бы хотела, чтобы вы как бы сравнили 68-й год вот с такой же вот попыткой революции. В сегодняшнем днем, да, я понимаю, что деградировала эта партия, пошла влево до предела и так далее. Но все-таки, спасибо большое. Спасибо за ваш вопрос, Лен. Как ты можешь сказать? Вы понимаете, деградация, деградация и рознь. То, что сейчас происходит, это не просто деградация. Это полностью, та партия умерла. Она не деградация, она умерла, ее нет. Ее захватили совершенно другие силы. Ее захватили ультра-крайне левые коммунисты. И вот тот центр, который когда-то еще существовал, даже еще пару лет тому назад существовал, его просто нет. У нас нет центра абсолютно. Но они все очень-очень лихо сдвинулись влево, потому что почувствовав, что именно там. Потому что для меня четкая и ясная точка невозврата это даже кандидатура Байдена. Почему Байден? Потому что мы сейчас смотрим, кто будет Байдена дышать в спину, кто ему будет, и кто будет вторым. Вторым будет, скорее всего, вот шесть персоналей там есть, женщины. И из них пока что, скорее всего, побеждает Камала Харрис. Если это победит Камала Харрис, значит, мы вернемся к тому, что мы имели в прошлом году, начиная с января, когда она вступила в гонку. А это самое страшное, что может быть. Ну, есть еще страшнее, поверь мне. Я прошу прощения. Для меня показатель очень важный. Когда Байден берет свою команду Аказию-Кортес, при этом он себя позиционирует как центрист, значит, мы говорим о том, что партия уже давно смотрит исключительно влево и ходит левым маршем. Ну, это коллапс. Я прошу прощения. Я, может быть, не совсем ответила правильно то, что хотела бы эта дама, которая позвонила, услышать. Но я четко и ясно говорю, партия демократическая, которая соответствовала бы своему названию, уже не существует. Так, у нас слушатель на линии. Говорите. Да, можно два слова? Я хочу поспорить, хочу поспорить. Дело в том, что я уже взводил и говорил, что то, что я вчера увидел, этот парад катеров, тысяч катеров с этими флагами Трампа, которые поздравляли его с днём рождения. И вы знаете, я вспомнил очень модное выражение у поляков. Польша не сгиняя. Так вот, то, что я вчера видел, я хочу сказать громко, криком, Америка не сгиняя. Нет, она не пропадёт. То, что надо видеть было вчерашний видик, как справляли день рождения тысячи и тысячи во Флориде. Америка не пропадёт. Я хочу вам ответить. Вы забыли там продолжение. Ещё Польска не сгинела, там звучит. Польша ещё не умерла. Но там есть такие слова. Марш, Марш Домбровский от Лоски до Польски. Марш Домбровский, вот этот генерал Домбровский, он возвращается из Италии в Польшу. У нас нет Домбровского, который вернётся. Понимаете, я хорошо знаю польский, я хорошо знаю историю. И вот Ещё Польска не сгинела, то, что вы привели пример. Он не совсем сюда подходит. Америка ещё не умерла, и Америка не умрёт. Потому что я сказала о большинстве молчаливом, который молчит. Но мы не знаем, насколько это большинство и как оно себя проявит. Потому что я бы, например, очень хотела бы, очень бы хотела, чтобы наконец-то наш президент и те люди, которые, в общем-то, стоят и защищают его, начали более активные меры. Потому что на протяжении трёх с половиной лет мы наблюдаем полумеры. Потому что нужны, конечно, решительные какие-то действия. Нужен вот генерал Домбровский, а у нас, к сожалению, постоянно тяжбы, тяжбы, тяжбы. И у нас наша республиканская партия, она тоже неоднородна. Потому что республиканская партия очень часто она не воспринимает Трампа, и она сопротивляется Трампу. Это очень хорошее слово «соглашатели». То есть на самом деле они очень часто ведут себя не как люди самостоятельного, вообще-то, мышления и самостоятельных идей, независимых от конъюнктуры. Правильно, но мы же не знаем, кому что пообещали. Мы не знаем, в каких отношениях кто. Вы же понимаете, они сидят все на этих заседаниях, и они все выходят с этих заседаний, не общаются, и мы никогда не знаем, что там происходит за кулисье. Поэтому НОМИ в большей степени напрягает не то, что в Конгрессе, Сенате, там как бы уже каждому цену мы знаем, как республиканским, так и тем более демократическим избранникам народа. Вот больше напрягают силовики, потому что когда силовики в открытую идут против главнокомандующего, для меня это плохой сигнал, и для меня это своего рода не то, что такое неподчинение и так далее, для меня это симптоматично, что вот на вот этих верхах, я понимаю, внизах работают нормальные работяги, такие же ФБРовцы или ЦРУшники, кто угодно, они делают свою работу. Но вот в верхах сидят откровенными. Зачем далеко ходить? Мы сейчас знаем, какие судебные процессы, какие идут, инициированы, и мы прекрасно понимаем, чем это все может закончиться. То есть мы как бы пока наблюдаем, но мы ничего не знаем точно, потому что это все идет как бы за ширмой, и нам не дают возможности узнать, что же там серьезно происходит. Опять же, даже вот эти марши и протесты, которые пошли по всей стране, они удивительным образом совпали с тем моментом, когда Хиллари Клинтон и ее подручные, и еще очень много деятелей силовых структур получили повестки. То есть я не верю никакие теории, повторяю, но я не верю в совпадение тоже. Поэтому, мне кажется, задача журналиста наблюдать, рассказывать за тем, что происходит. Лен, это у тебя 10 секунд, мы заканчиваем, можешь высказать. Господа, во-первых, почаще бывайте на воздухе, берегите себя и своих близких, берегите здоровье, потому что нам всем нужны здоровые нервы, нам всем нужны сильные мускулы, и нам нужна правда. Поэтому просто почаще думайте над тем, что происходит вокруг. Происходят разные вещи. Спасибо. Спасибо, что была с нами. Оставайтесь также с нами, читайте, слушайте, и узнаете что-то большее. Спасибо вам. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok